В продолжении нашего разговора о влиянии рок-музыки на умы человечества, Вадим сейчас поведает нам историю, которая касается Эдди Ван Хайлена, такого известного музыканта. Да, я буду его называть Ван Хейленом, потому что я привык с детства. Естественно, по-голландски он родом из Амстердама, его фамилия читается как Фан Халлен. Ну, естественно, мы на русском привыкли в Ван Халлен, и сейчас так пишут, но раньше писали Ван Хейлен. Поэтому я так привык, поэтому не обращайте внимания, что я буду его называть как привык. Значит, Эдди Ван Хейлен, сооснователь группы Ван Хейлен вместе со своим братом Алексом, умер 6 октября 2020 года, то есть 4 дня назад. Значит, сперва зачитаю сообщение о BBC, значит, о его смерти сообщил его сын Вольф в Твиттере. Значит, Эдди Ван Хейлен по официальной версии скончался после долгой борьбы с раком горла в возрасте 65 лет. О смерти музыканца сообщил его сын. Мне не верится, что приходится писать, но мой отец Эдвард Людовик Ван Хейлен проиграл свою долгую тяжелую битву с раком горла. Это произошло сегодня утром. Писал в Твиттере сын музыканта Вольф. Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу полностью восстановиться после этой потери. Я очень тебя люблю, папа. Группа Ван Хейлен начала играть под этим названием с 1974 года. В 1980-е годы Ван Хейлен были пионерами тяжелого рока. Их шоу, как правило, сопровождались яркими светошумовыми представлениями. Экранты выходили на сцену с начесами, и это течение стало известно как глэм-рок. Ну, значит, это такая вводная. А теперь, собственно, по сути. Значит, как я уже говорил, эти люди, знаменитости тех, кого почитают миллионы поклонников, независимо от того, актеры это или музыканты, особенно рок и поп-узыки, это люди, которые живут и умирают под определенными оккультными номерами. Давайте рассмотрим ситуацию с Ван Хейленом. Это просто яркий пример, потому что его смерть состоялась всего лишь 4 дня назад. И мы с Сергеем приложим мое видео по этому поводу и, естественно, ссылки на мой форум, где я просто в письменном виде со скриншотами это вам показываю. Потому что сейчас, естественно, большинство людей, которые не знакомы с тематикой моей работы, им просто на слух, возможно, эти цифры будет сложно воспринимать. Но когда вы это увидите на экране, я думаю, у вас не останется сомнений, потому что под каждым моим выводом стоят ссылки на источники этой информации. Поэтому вам будет достаточно легко. Значит, посмотрим на эпизод, в котором снялся Эдди Ван Хейлен в 2009 году. Это был эпизод достаточно известного телесериала, который называется «Два с половиной мужчины». В нем снялся Чарли Шин, потом его уволили на его месте, точнее, наоборот. Его уволили, потом на его месте был другой актер, потом это шоу закрыли. Но оно шло достаточно долго. Значит, эпизод там, где показывался Ван Хейлен, это буквально эпизод 30 секунд. Эдди там показался выходящим из туалета, а Чарли Шин, герой Чарли Шина, у которого прихватилось живот, попытался попасть в закрытый туалет, который был занят Эдди Ван Хейленом. Он открывает дверь, выходит оттуда с гитарой, сыграл Чарли Шину пару аккордов и ушел. Вот на этом, собственно, эпизод и ограничился. Значит, любопытно название этого эпизода. Эпизод называется «818 J.K.L. Пузо». Вот такая вот символическая, символический набор цифр и букв. И причем... В английском нету никакого... Никакого, просто он так называет. Никакого, просто набор букв и цифр. Но нам дается ключ в самом содержании диалога героя Чарли Шина в этом же ресторане, где у него прихватило живот. Вот он рассказывает о том, что нужно заменить цифры на букву, а буквы на цифры. То есть он рассказывает нам о том же самом принципе гематрии, где буквы подменяют цифры и наоборот. Значит, следовательно, мы рассматриваем... Сейчас не будем вникать сперва в код 818, что это значит, J.K.P. Узо. Но, значит, здесь нужно посмотреть, когда вышел этот сериал. Значит, первый этот сериал вышел 21 сентября 2009 года. Значит, сентябрь – 9 месяц. 2009 год – это 2 плюс 9 – 11. Естественно, два нуля мы откидываем, потому что ноль в нумерологии ничего не значит. Итого мы получаем 9-11. То есть все те же самые пресловутый код 9-11, с которым резонирует Чарли Шин практически всю свою актерскую карьеру. То есть он участвует в фильмах, где демонстрируется код 9-11 и башни-близнецы. Начиная с «Уолл-стрит» Оливера Стоуна, где он играет вместе с Майклом Дугласом еще один резонатор кода 9-11. То есть там, где появляются эти актеры, везде выставляется символика башен-близнецов и 9-11. То есть это код, который присутствует в Голливуде еще с конца 20-х годов. Еще башни-близнецы не были построены. Но коды 9-11 и башни-близнецы уже закладывались в эту концепцию. И было заранее известно, что они должны быть снесены. Ну и башни-близнецы сейчас простояли ровно 33 года, с 68 по 2001 год, когда их якобы снесли с столкновением с самолетами. Следующее. Эдди Ван Хейлен родился 26 января. То есть 26-1. Ну или 1-26, как хотите. В нумерологии вы можете переставлять цифры местами, это ничего не меняет. Что такое 26-1 или 216? Это трижды 6. 6, помноженное на 6, помноженное на 6. То есть это все тоже сакральное число 3-шестерки, которое присутствует и в откровениях Иоанна Богослова, как число зверя, так называемое. И, значит, в других книгах Библии оно упоминается еще два раза, как минимум. То есть там царю Соломону пришел доход в 666 золотых шекелей и так далее. Значит, естественно, они используют эти коды. И Эдин Ван Хейлен, естественно, очень талантливый гитарист. Просто слов здесь нет, но он попал на свое место благодаря тому, что у него вот такая вот благоприятная, так сказать, комбинация цифр в его дате рождения. Значит, следовательно. Значит, что здесь происходит? А что такое 9 поделенное на 11? То есть код 911. Если вы поделите 9 на 11, вы получите 0,818181818181818. Вы сейчас можете открыть калькулятор и посмотреть. Естественно, я это приложу в видео. Вы можете посмотреть на скриншоты и убедиться самим. То есть вот вам и эпизод 818. А теперь смотрим, где умирает Эдин Ван Хейлен. Эдин Ван Хейлен скончался в госпитале святого Иоанна. Я вам только что ссылался на откровение Иоанна Богослова. Он скончался в госпитале Сент-Жон. Джон – это Иоанн. В городе Санта-Моника. Это пригород Лос-Анджелеса. Чарль Шин учился в средней школе и был оттуда исключен в городе Санта-Моника. Ну, в Санта-Монике. Окей. Эдин Ван Хейлен, который снялся в этом эпизоде, он оказался в этом эпизоде не случайно. Эти люди должны были пересечься и участвовать в одном фильме и резонировать с одним кодом, потому что они сами по себе являются резонаторами вот этих вот кодов. Поэтому они оказались в этом эпизоде. Значит, если вы посмотрите на телефонные коды Санта-Моники, там есть всего три телефонных кода. Я прилагаю вам скриншоты. Телефонный код 310, 424 и 818. Случайность, конечно. Теперь посмотрим следующее. Значит, между днем рождения Эдди Ван Хейлена 26 января и выходом этого эпизода в первый раз 21 сентября 2009 года проходит ровно 239 дней. Если вы введете название эпизода 818 J.K.L. Puzo, P-U-Z-O, вот так называется этот эпизод, то в калькуляторе гематрии это означает 239. Теперь мы смотрим, значит, на дом, в котором проживал Эдди Ван Хейлен, где находилась его звукозаписывающая студия под названием 5150. Это у него было написано на гитарах, на которых он играл. Он записывал множество своих клипов на этой студии с 90-х годов. И в этом доме он проживал с середины 90-х годов приблизительно. Так вот, если мы смотрим на координаты у этого дома, он располагается по координатам 34 градуса, 131, 225, 21, это, значит, северной широты и 118 градусов восточной долготы. То есть 1, 1, 8, 11 на 8 это 88, ну и намек опять же на эти 8, 8, 1, 8. Значит, и эта собственность имеет размер 2,39 акра. 2,39, это тот самый пресловутый код 23 сентября или 239. Это то же самое количество дней от его дня рождения до выпуска этого эпизода. Теперь, последний раз этот эпизод транслировался по телевидению 19 января 2020 года. И как вы думаете, сколько времени прошло с последнего выпуска этого эпизода на телевидении до смерти Эдди Ван Хейлина 6 октября 2020 года? Сейчас я вам скажу. 8 месяцев и 18 дней. 8, 1, 8. Наверное, очередное совпадение. Значит, дальше, когда я вам показываю здесь на экране день рождения Эдди Ван Хейлина 26 января и выпуск фильма этого эпизода в первый раз, 9, 21, потому что в Америке обычно ставят наоборот 9, 21. То есть, там сперва ставят месяц, а потом дату. Но здесь не важно абсолютно. Если вы просто перед собой откроете в виде цифрового экрана часов, то вы увидите, что это просто зеркальное отражение цифр. То есть, слева вы видите день рождения Эдди 1, 2, 6, а справа вы видите 9, 2, 1, где девятка и шестерка взаимозаменяемы, потому что это вы практически переворачиваете. Есть даже знаменитая песня с альбома Джимми Хендрикса If Six Were Nine, если бы шестерка была девяткой. То есть, в нумерологии они друг друга и подменяют, и они подменяют друг друга вот в таких вот зеркальных кодах. Если вы просто визуализируете это и посмотрите на табло, я вам его демонстрирую, то вы увидите, что это просто отражение этих цифр. Значит, следующее. Сейчас скажу последнее. Значит, есть у них, ну, естественно, лирика Ван Хейлен, например, песня «Бегая с дьяволом», «Running with the devil». Значит, вся эта сатанинская символика присутствует во всех практически рок-группах, особенно тяжелого металла. Абсолютно во всех там исключения абсолютно нет вообще. Как я и говорил, это тот самый ледокол. Теперь рассмотрим песню старую Ван Хейлена, которая называется «Hot for teacher». То есть, типа, там подростки в школе мечтают, извините за выражение, трахнуть свою учительницу. Там, собственно, этот сюжет и демонстрируется. Ну, казалось бы, такой невинный сюжетец. Как раз для подростков все это актуально. Значит, и на второй минуте и 58 секунде я, естественно, прилагаю и видеоклипсам, и скриншот. Там возникает, значит, такая модель в купальнике, типа с конкурса «Мисс Вселенная». И за ней видна школьная доска с набором цифр. Казалось бы, беспорядочным. И над доской часы. Значит, часы показывают. Минутная и часовая стрелки показывают на 11. А секундная стрелка показывает на 7. Ну, здесь совершенно очевидно. Семерка – это 19 часов. Ну, либо 7, либо 19 часов. И 11 – это 11. Итого мы получаем 1911. Все тоже пресловутый код 9-11. А теперь мы смотрим, что представляют собой цифры, которые видны позади этой модели. 8, 15, 12, 25. 19, 8, 9 и 20. Значит, все они суммируются в 116. То есть, это все тот же код 9-1-1. Просто зеркальное отражение и шестерка олицетворяет девятку. И то, что здесь написано, означает «Holy shit». Святое дерьмо. Это одно из таких вот богохульных слов, которые превратились в американский сленг, который практически употребляют все подростки. Ну, и не только подростки. Но в основном подростки. Ну, это типа «святое дерьмо». Это типа как бы божественное дерьмо, которое тоже нужно почитать. В общем, это богохульная фраза, которая превращена просто в такое обычное выражение. Да, обычный сленг. Крылатое выражение. Так вот, я не знаю, знал ли Эдди Ван Хеллен и его брат и прочие участники этой группы, что это означает. Но, по крайней мере, их продюсеры это сюда закодировали. И я вам сюда это привожу прямо вот в этих цифрах. То есть, вы просто просчете этот «Holy shit» задом наперед, справа налево. 8, 15, 12, 25. И прилагаю, естественно, скриншоты. Вот. И, наконец, переходим к коллеге по группе Ван Хеллен, солисту Дэвиду Ли Роту, который на фотографии 1984 года стоит, значит, демонстрирует одной рукой знак «три шестерки». Это демонстрируется вот так вот. То есть, как вы видите, 6, 6, 6. Другая рука у него за пазухой. Это масонский знак, который называется в просторечии «скрытая рука» или «мастер второго занавеса». Это одна из низших степеней масонства, в которой посвящены практически все поп-рок-артисты и актеры. То есть, без нее вы и не сможете зарабатывать деньги. Вы должны пройти эту степень посвящения. Но самое главное, что на куртке Дэвида Ли Рота изображен Папа Римский Иоанн Павел II, который показывает точно тот же знак, только в виде бинокля. То есть, все те же три шестерки показываются вот так вот. И это у него изображено на куртке с правой стороны. Я обращаю ваше внимание, что речь идет о 1984 году. То есть, он не мог эту картинку сгрузить где-то с интернета. Это должна была быть картинка, фотография, которая должна была быть известна им. Потому что, естественно, в те времена подобные картинки не печатали в журналах, потому что это оккультный знак. И речь идет о Папе Римском, а не о каком-то рок-идоле или поп-звезде. 1984 год. И, естественно, у Папы Римского Иоанна Павла II есть несколько фотографий с этим знаком. Есть одна такая, есть одна вот такая. То есть, этот знак одновременно изображает и око гора, и знак три шестерки. То есть, комбинации, которые сейчас показывают абсолютно все поп- и рок-звезды. Без исключения. То есть, у меня есть архив, где есть несколько сот фотографий, в которых все самые высокооплачиваемые рок- и поп-звезды показывают этот знак. Ну вот, собственно, хороший пример из самых недавних. Отлично, отлично. Вот смотрите, Вадим. Когда открываются глаза, благодаря, например, вашим таким расследованиям, задаешься вопросом, а кто этим всем непосредственно занимается? То есть, кто прописывает это в клипах? Не сам же Ван Халлен все это придумал, себе на коротку залепил. То есть, есть специальные люди, которые отвечают за это. Можем ли мы дать пример какого-то человека, который был в этом замечен? Или они настолько струнтые, хотелось бы узнать? Вопрос очень резонный, потому что масштабы подобного кодирования и помещения всех этих оккультных символов в аудиовизуальную продукцию впечатляют. То есть, они не ограничиваются ни Соединенными Штатами, ни Европой. Это и в Индии, и в Корее, в Южной Корее, естественно, происходит повсеместно. Значит, на данный момент таких вот титанов-оккультистов типа Менли, Палмера, Холла, знаменитого философа и масона 33 степени, который скончался в 1992 году, сейчас подобных людей уже нет. Вот если бы можно было взять десяток таких людей, как Менли, Пи Холл, и поставить их во главе вот таких проектов, это бы все объясняло. Но, во-первых, его самого нет. Во-вторых, даже его самого, когда он был жив, в таком масштабе, значит, такого количества людей, подобных знаний не было. Поэтому, скорее всего, это осуществляется искусственным интеллектом или есть программы специально разработанные, которые оперируют, естественно, ими люди. Но, чтобы рассчитать, значит, судьбу какого-то человека или какого-то, ну, какого-то из знаменитых актеров, когда ему умереть, когда ему, скажем, когда кто-то из его родственников должен погибнуть, а когда должен погибнуть он сам, скорее всего, это разрабатывают определенные люди, которые оперируют просто обычными программами, которые вычисляют все это. Если я это вычисляю безо всяких программ с обычным калькулятором, то людям, которые этим занимаются каждый день, им не составит это труда. А что касается конкретных примеров, то вот есть знаменитый фотограф Терри Ричардс, который фотографировал всех голливудских практически звезд. Он вводил дружбу с Бараком Обамой. Человек, который, значит, покрыт вещь оккультными татуировками, знаком нам с фотографиями с такой, в общем, очень-очень обсинным содержанием. Например, на одной из фотографий он сношается с овцой. Так вот этот человек курировал практически всех поп и рок-звезд за последние 25 лет. То есть вы найдете его фотографии со всеми. То есть он работал со всеми как фотограф. Так вот человек подобного масштаба и подобного образа развратности, это человек, который является первым же кандидатом для размещения таких кодов. Значит, это человек со связями, с большим влиянием и богатством. И официально он работал со всеми людьми, там, порядка Майли Сайрус, Рианы, Кейти Перри и прочих, прочих, значит, рок-звезд и поп-звезд, значит, хип-хоп-звезд за последние 25 лет. Леди Гага и все прочее. Вы найдете его фотографии со всеми. То есть он как бы фотограф и продюсер номер один. Поэтому вот такой человек первый кандидат на подобную должность. То есть вот такие люди, это как раз масонные в высокой степени посвящения. И благодаря тому, что сейчас мы обсуждаем, можно сказать, мы так легонько приоткрываем секреты масонские, чему их при посвящениях учат этих масонов. Мы прямо говорим всего лишь на чуть-чуть, потому что, естественно, подавляющее большинство масонов, они понятия не имеют о таких вещах, потому что это люди, которые находятся на низких степенях посвящения, и они считают, что они просто следуют каким-то древним ритуалам, занимаются благотворительностью, получают какие-то связи через хождение в эти масонские ложи, продвигают свою карьеру. Но это, естественно, основная часть масонов, которые понятия не имеют, что происходит на высших эшелонах, и только люди, которые в высших степенях посвящения, понимают, что они работают, собственно, для продвижения люциферианской доктрины. Потому что вы не можете быть членом масонской ложи, если вы не являетесь верующим человеком. Это необходимое условие. Вы можете быть и мусульманином, и иудеем, и христианином, но вы должны верить. Если вы говорите, что вы атеист, вы не попадете туда. Потому что масонство – это религия, по сути. Это не клуб, это не тайное общество, это религия на самом деле. Но это осознают очень небольшое количество людей. Ну, то есть, назвав себя атеистом, можно смело предположить, что тебя никогда в масонский орден не затянут. Ну, если ты, конечно, не особенный какой-то полезный кадр, который может из оппортунистических соображений назваться кем угодно, для того, чтобы продвинуть свою карьеру. Ну, понятно. Спасибо большое, Вадим, за интересный рассказ, за интересный разговор. Тогда на этом пока закончим. Я думаю, мы еще с вами запишем не одно видео. Спасибо вам большое, Вадим. Большое спасибо, Сергей. Большое спасибо, дорогие зрители. И надеюсь, что вы не будете мне верить на слово. Вы просто посмотрите все эти выкладки в роликах. И там везде скриншоты. И вы видите это на экране. И даже любому неподготовленному человеку, когда он увидит это просто на экране, сомнения отпадут. Естественно, эта информация не может быть убедительной абсолютно для всех, потому что есть люди, которые подобную информацию просто не способны воспринимать. Так же, как не все люди имеют музыкальные способности, не все люди имеют математические и лингвистические способности. Поэтому это нормально. Ну, все. Спасибо большое, Вадим. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok